На страницах нашего канала мы уже не раз упоминали о людях, которые жили среди диких животных. Кто-то, как Ясон Бадридзе, по собственной воле и с целью понять дикий мир, а кто-то, как Дина Саничар, волею судеб попавший в джунгли. Эта история произошла в Испании, в горах Сьерра-Марина, когда в 1965 году люди совершенно случайно обнаружили длинноволосого юношу 19 лет, который не умел разговаривать, и был почти полностью обнажен. Маркос Родригес Пантоха жил с родителями, как и все обычные дети, но когда мальчик был еще совсем маленький, мать умерла от болезни, а отец нашел себе другую женщину. Маркос был третьим лишним, и поэтому отец, по сути, продал его старику-пастуху, который жил в горах. Надо отдать должное старому пастуху, который не сделал шестилетнему мальчишке ничего плохого. Мало того, старик научил Маркоса многим вещам, которые пригодились бы в дикой природе. Так, мальчишка научился изготавливать и правильно устанавливать различные ловушки и капканы на мелких животных и некрупную дичь, искать воду и ориентироваться на местности. Через год старый пастух умер и Маркос остался совершенно один. Любой другой ребенок, скорее всего, спустился бы с гор поближе к людям, но Маркос решил иначе, он решил уйти еще дальше от людей. Чем это было обусловлено, уже старенький Маркос и сам объяснить не может, но об этом чуть ниже. Высоко в горах мальчишка и начал свой дикий путь. Сначала он питался ягодами и грибами, а также всевозможными корешками. Забавно, но корени он научился добывать, наблюдая за кабанами. Он видел, что они роют землю в поисках еды и попытался сделать то же самое. Закономерно ничего не получилось, Маркос просто не знал, какие корешки съедобны. Тогда он поступил иначе, заметив, как кабаны разрывают землю, он немного подождал, а потом начал кидаться в них камнями. Животные бросились на утек, а Маркос прибрал всю съедобную добычу себе. Постепенно наступила осень, и спать на голой земле стало холодно, Маркос принялся искать укрытие на зиму. В своих поисках он наткнулся на пещеру и обнаружил в ней маленьких волчат. Мальчик начал играть с ними, не подозревая, что находится в смертельной опасности, ведь волчица должна скоро вернуться. Когда мать волчат вернулась, то сначала пыталась напасть на мальчика, но видимо поняв, что он не представляет опасности, оставила его в покое. Лучше бы Маркос жил в Приморском крае и нырял вместе с оленями, что крайне необычно для этих животных. Однако не обошлось без критической ситуации, когда волчица дала волчатам куски мяса. Маркос, не вполне понимая, что делает, потянулся за одним из кусков, и волчица бросилась на него. Мальчик отпрянул и больше не пытался взять еду. Когда вся волчья семья была накормлена, серая охотница потолкнула носом остатки добычи и Маркосу. Мальчик боялся трогать еду, но волчица, посмотрев на него, толкнула кусок мяса еще ближе, и тогда мальчик осторожно взял его. Хищница не выказывала никаких признаков агрессии, и Маркос буквально заглотил сырое мясо, даже не проживав. Так, мальчик стал членом волчьей стаи. Волчица полностью признала его своим, и пока Маркос был ребенком, она вылизывала его так же, как и своих волчат. Прошло 12 лет, прежде чем люди заметили парня, который бегал вместе с волками и выл, как и они. Юношу забрали в монашеский приют, цивилизация ужасала возвращенного волками Маркоса. Монахи не учили его нормально ходить, а когда дело дошло до стрижки, то юноша от ужаса впал в оцепенение. Однако наибольший страх у него вызывали толпы и автомобили. Он никак не мог привыкнуть к большим скоплениям людей и громким звукам. В настоящий момент Маркос живет в маленьком домике, и изо всех сил жалеет, что разрешил себя забрать в человеческую жизнь. По словам Маркоса, из-за его прошлого его всерьез никто не воспринимал. Также его часто обманывали на тех работах, куда он мог устроиться на стройке или уборщикам. Даже вороны не обманывают, и платят добром за добра. Однажды он не выдержал и решил вернуться обратно в горы. Но увиденное там повергло его в шок. Повсюду стояли загородные дома и роскошные виллы. Маркос направился в самые далекие леса и там обнаружил стаю волков, однако они его не приняли и держались поодаль. Старый Маркос обреченно вернулся домой, где и проживает до сих пор, на данный момент ему 76 лет. Как вы считаете, уважаемые читатели, сможет ли Маркос вернуться в горы? Пишите ответы в комментариях, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на наш канал.